Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале. Может быть, еще не знаете, то узнаете сейчас. У меня идет батл в самом разгаре. Я сам являюсь наблюдателем, спонсором, участником битвы недвижимости и облигаций, что в следующие 10 лет, соответственно, победит у нас облигация или недвижимость. В данном видеоролике хотелось бы поговорить о теме, связанной с ипотекой. Стоит ли ипотеку гасить досрочно? У каждого свой собственный взгляд по этому поводу. Кто-то говорит, побыстрее погасить, расплатиться, чтобы было мое. То, что будет сегодня в видеоролике, друзья, это касается моего видения, моего мнения, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и привязана к текущему моменту, это август 2024 года. Если все-таки задаться основной целью, что преследует человек, когда он стремится досрочно погасить ипотеку? Это значит уменьшить мою собственную долговую нагрузку по отношению к моему общему доходу. Когда ипотека погашена, груз с плеч упал, плита гранитная нести не надо. Когда мне клиенты приходят, особенно когда рынок акций снижается, говорит, давай все продадим, все же падает, что делать? Выйти из сделки проблем никогда не возникает. У вас параметры определены и условия выхода вы всегда знаете. Возникает следующий вопрос. Если акции падают, вы их продали, окей, что вы будете делать дальше? У вас уже должен быть ответ, что вы купите следующий. Когда мы говорим о погашении ипотеки досрочно, если у вас уже есть ипотека, скорее всего ипотека у вас льготная. По сравнению с текущими процентными ставками. То есть процентная ставка у Центрального банка 18%. Рыночные ставки по ипотеке 20% плюс. То есть вопрос в том, что если вы сейчас закроете ипотеку с целью того, чтобы улучшить свои жилищные условия, чтобы купить еще одну квартиру в еще одну ипотеку, вы должны понимать, что у вас ипотека будет пипец какая дорогая. Да, у вас будет может быть больший размер первоначального взноса, но у вас переплата будет адская. Если у вас есть деньги на досрочное погашение ипотеки, а ставки по ипотеке, например, 8-9%. Ребят, вы можете парковать эти деньги на банковские депозиты от 16% до 19% на срок до 3 лет. Вы эти денежные средства можете парковать в облигациях с доходностью от 16% в УФЗ до 20-22% в надежных корпоративных облигациях на срок 5-10 лет. И соответственно в этом случае реинвестировать. И получится, что к моменту окончания ипотеки у вас не квартира будет выкуплена и у вас не будет камня на плече, а у вас на самом деле рядом, уж извините за эту метафору, будет ослик, на плечи которого вы можете переложить не только плиту, связанную с обслуживанием вашей ипотеки, но и в принципе другие плиты, связанные с тем, что вы активы будете покупать за кредитные деньги, но обслуживать эти кредиты будут вот эти вот куча осликов, которые будут вместо вас эти плиты таскать. То есть всегда нужно смотреть на эффективность, что вы получаете. Досрочно погашая подобного рода ипотеку, фактически ваши деньги начинают работать с доходностью равной ставкой ипотеки. Объясню проще. Если у вас есть ипотека под 8-10% годовых, счастливчики, если у вас есть ипотека под 6% годовых, и вы помимо ежемесячного платежа вдруг у вас появилась возможность досрочно погасить эту ипотеку, тело кредита, то для вас это равноценно тому, что вы размещаете деньги, свои собственные деньги под ставку этой ипотеки. То есть если это льготная ипотека, вы размещаете ее под 6%. У вас есть альтернатива или закрыть тело кредита с ипотекой 6% или разместить на банковский вклад под 16%. Кто-то скажет, что я говорю очевидные вещи, но у вас могут быть близкие люди, которые на самом деле его читают. Камень с плеча снять, да, досрочно погасить ипотеку. Боитесь облигаций? Первое. Посмотрите вот этот видеоролик, говорили про облигации для новичков. Второе. Боитесь облигаций? Никаких роликов не хотите смотреть? Ради бога, банковский депозит. Пока. Если вам нужна динамика, если вам нужна актуальная информация, обязательно подписывайтесь на канал MaxCapital, на котором в зависимости от того, что происходит на рынке, мы оперативно информируем, даем обратную связь, и у вас есть возможность задавать свои собственные вопросы. Если история погасить ипотеку, продать тут же квартиру, которая выкуплена, является моей собственной, внести первоначальный износ, еще одну ипотеку взять, не самое лучшее время. Здесь можно рассчитывать на то, что вы сейчас возьмете по рыночной ставке 20%, а потом рефинансируете, когда цена снизится. Но как вариант, наверное, можно посмотреть. Вы должны понимать, что рядом должен быть толковый человек, который разбирается в недвижимости. Я держу такой вариант в голове, друзья, я объясню почему. Почему? Просто у меня не продажи квартиру, купленную в ипотеку. У меня есть деньги на покупку недвижимости. Потому что в ипотеку, в том числе и льготную ипотеку, и более дешевую ипотеку, покупались хорошие объекты, которые сейчас люди не будут вытягивать в плане обслуживания. Очень много объектов, я думаю, в следующие 2-3 года будут появляться у банков, которые не смогут обслуживать. И в этом случае, возможно, можно посмотреть. Опять-таки, это не для новичков. Из моей практики, вот люди решают вот узкую задачу, продать, не продать. Раньше погашу, не будет висеть дамоковым мечом. Ни разу не было такого, чтобы у человека не восстановилась долговая нагрузка на ту же сумму. И здесь все очень просто. Не, ну жили же с ипотекой, теперь машину крутую куплю, будет тот же самый платеж, зарплата будет та же самая, да? Появится новая долговая нагрузка. Вот это практика, и вы в любом случае в нее попадете. Это как люди, которые говорят, возьму кредитную карточку, только льготным периодом буду пользоваться. Единицы у кого получаются. Ребята, реально вы крутые. И, скорее всего, у вас есть такая возможность. Направляйте эти деньги на увеличение своей потребительской ценности, на увеличение активного дохода. Он, в свою очередь, будет приводить к росту располагаемого дохода, который вы получаете, который можно направлять на инвестиции. Самое главное, не делайте глупости. Сейчас ставки по ипотекам, которые были раньше, в 2-3 раза меньше, чем ставки, которые дают те же самые банки, в которых вы взяли ипотеку, просто на накопительных счетах, на банковских платах, не говоря уже про облигации и рынок акций. Друзья, на этом все. Если понравилось видео и знаете, кого ему отправить, обязательно отправляйте. Подписывайтесь на канал. Буду рад вашим комментариям. Пока-пока и удачи. Субтитры подогнал «Симон»!